Мы с Федором в давней дружбе находимся, и, конечно же, обратились к нам, сказали, что с Федором начали строить храм. Хорошо было бы, чтобы вы приехали, посмотрели, как мы это делаем, конечно, зная, что человек очень занятый, в России-то редко бывает, в Москве. Он так проникся нашими проблемами храма, что у нас детский храм, у нас огромное количество детей, я обязательно приеду к вам, обязательно скажу слово народу, чтобы все услышали, что будем строить храм вместе. То есть фактически инициатива, может, исходила даже не от нас. Когда ко мне кто-то приходит и говорит, мы хотим, мы думаем, мы мечтаем строить, знаете, ну все мы хотим, все мы мечтаем, все мы думаем. А когда я прихожу с путешествия, вот в 2009 году, я был здесь у вас, да, я потом рассказывал, и отец Валерий, отец Владимир сказал, что мы строим храм. И вот показывать, какой у них проект, что проект заплачен, что заложен фундамент под храм, колокольня уже стоит почти, что эти колокола привезли с Воронежа, почему мы сейчас говорим, чтобы на Пасху уже повесить колокола, и, конечно, как ты можешь стоять в стороне, когда уже строится храм. Это не мечты, а строится. Конечно, надо помогать, и я еще, я думаю, что все мы будем помогать, потому что это неважно, в каком районе он стоит. А мне часто еще задают вопрос, почему ты строишь там часовники, храмы, а я говорю, это чтобы на один купол в нашей православной церкви было больше. Представляете, у вас красивый город Минск, и храмы есть в Минске, и красивые храмы, и старые храмы отреставрированы. Но, знаете, еще будет один храм, еще будет один купол, это будет большое приобретение для всей нашей православной церкви. Да, это, конечно, непосредственно для этого района, это же и для всех жителей Белоруссии. Молитва святого храма, она расходится не только в этого района, она расходится даже и на ту же Камчатку, и в Австралию, где также есть православные имени. Батюшка, скажите, а как ваша супруга переживала ваше путешествие? Ну, она всегда переживает, и я переживаю. Ну, она-то легко так не отпускается, именно не то, что не отпускается, а просто все переживает. Ну, видите, мои дети и моя супруга, они же знали меня как путешественника, и они больше не представляют. Но бывают такие моменты, когда она даже говорит, что тебе уже пора уходить. Когда, да, нет, когда она видит, что я здесь лишний, они все бегут. У меня жена, вот там вот ее портрет такой я писала, но это давно я писал, еще во Франции. Вот ее портрет этот зелененький. Да. Она доктора наук, профессор, она стоит утром, едет в свою академию, а я с этими экспедициями, ну, я лишний, можно сказать. Она говорит, там ты на месте, она тоже знает. Она со мной переходила через Атлантический океан два раза, она ходила там по великому шелкому пути, участвовала. Там, мне говорят, она знает, как я себя веду в экспедиции, и как я себя веду, когда я дома. Да, да. Ну, и они еще даже очень любят, когда у меня нету дома, она говорит, мы можем готовить все, что нам нравится. А когда я дома, я кушаю только все время селедочка, картошка, и лучок, чесночок, и лимончик. Поливаю это каждый день, и они ждут, когда я уеду.